Так, паучонок ползет, но его не видно на камере. Вот болтается точечка, так это паучонок. Крохотный, крохотный. Малюпусенький, малюпусенький. Но мы не к нему, не к паучонку. Видно, 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 видно. Да, это маленький, маленький. Молодец камера, хорошо. Хорошо, пауков будем поощрять. Ребята, я не к пауку у вас привела, а вот к этому дурацкому ведерку. Потому что, знаете, вот умеют некоторые подписчики задать вопрос. Натали, любимая, ну вот у нее такой никнейм. Она меня спрашивает. Так, давайте уберем в шкурку банана, потому что это не привлекательное зрелище. Так, а вернем вот это. Ведерка висела здесь, если вы помните, там было налито молоко, и я вам показала, как улитки пили. Но Натали, уважаемая Натали, посмотрела этот ролик и спрашивает. Признайтесь, улитки тонут? Только честно. Я убита просто была на корню. И говорю, ну Наташ, ведь было же видео про паилку, там все рассказано. Нет, вы расскажите. Нет, вы покажите. То есть, получается, я должна показать, как улитки тонут. Хорошо, пожалуйста. Вот утонувший улитенок. Вот здесь все это время паилка болталась. Я не могла ее вынуть. Там оставалось молока примерно вот столько. И это уже было не молоко, а такая творогообразная масса, плавающая в простокваши. То есть, комки творога лежали в простокваши. И я говорила, девчонки, ну выйдите отсюда, дайте мне убрать. Они то в ней сидели, прям по две, по три улитки, или один крупный овум, прям вот в этой сыворотке. Или там никого не было, но сидели на крышке, на дверце, на дверце, вот, вот здесь вот, дверце, вот они сидят на ней. И я не могла открыть из-за этого. И вот эта паилка была здесь долго. И, ну, думаю, ну а что делать? Ну, подловлю, момент вытащу. Вот сейчас смотрю, можно вытащить. Но она пустая и сухая, я удивлена, конечно. Вот. Думала, что вытащу с протухшим молоком, но нет. И на дне, кстати, вот этого протухшего молока, не протухшего, наверное, прокисшего, не знаю. Не знаю, как оно там нормально было скисшее или протухшее. Это уже, как бы, мы не узнаем. Я видела, что там утонул литенок. Но сейчас он пустой, пустая ракушка. И почему-то бел... Стопы. Почему-то белесая какая-то. Уж не знаю, что произошло. Обглодали ли они ее. Или же она просто в молоке так полежала и стала белой. Это уж можете сами пофантазировать. Ну вот. Я не знаю совершенно, как это показать. Потому что есть вещи, которые, ну, нечего показывать. Утонул литенок. Побелела ракушка. Внутри пусто. Наверное, съели. Что еще сказать? Нечего сказать больше. Вот. Потому что, ну, ребят, хочется все-таки снимать интересные видосы. А не вот так вот ни о чем. Пустое ведро. Принципиально снимаю для Натальи. И все-таки тем самым вам объясняю, почему иногда не на все вопросы удается снять ответ. Вот. А почему именно в спящем улетятнике снимаем? Ну, вот потому что именно когда они спят, я смогла достать. В другой раз, когда они уже здесь будут бродить везде, вот так вот махать своими рожками, я уже вынуждена перед ними очень сильно извиняться, когда лезу. Вот. Пожалуй, более наглядно. Я сейчас одну уритку вытащила из этой паилки. И не знаю, она там тонула или... Нет, слушайте, все-таки не подловила. Вот она прям пила сейчас, это было видно, ну, ладно. Заползает на листочек. Сейчас, на бережок. Вообще, конечно... Ой, это что, ее дыхальце открыто? Не поняла. А, ну, оно приподнято над поверхностью. Это только показалось, что там молоко налит. Просто оно белое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сомкнуло дыхальце. Успело? Слушайте, это опасно. Глаз да глаз. Конечно, вот эта вот... Жижа выглядит непрезентабельно. Но кто сказал, что должно быть красиво? Должно быть полезно. Зато самые улитки красивые и яркие. Вон какой у них хороший прирост. Это что, шея еще одной улитки? Еще один водопой. И штука в том, что... Кисломолочные бактерии, конечно, очень хорошо влияют на пищеварение. Улитки пищу переваривают плохо в каком-то смысле. То есть она полупереваренная из них выходит. Может быть, так и должно быть. Может, для них это нормально и правильно. Но мне кажется, что какие-то бактерии должны им помогать. Какая-то микрофлора кишечника должна быть, как и у людей. И то, что они так набрасываются. Слушайте, а это не маленькая там улитка тонет? Так, все, я пошла смотреть. Извините. Да, 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 да. Слушайте, это свалилась малявка. Запросто может утонуть, ребят. Для малышей вот, конечно, такие штуки. Ну что, вытаскивать идти? Или прицепиться за краешек? Мне кажется, ее столкнули. Вообще, такая поилка не годится. Нужны пологие края и не скользкие. Давайте думать, как устраивать поилки, ванночки. А это отвесные, скользкие берега. Мальки тонут. Вот она, короче, утопленница. Не знаю, вроде жива. Сейчас увидим. Я на нее так, знаете, подышала, подула, чтобы выдуть жидкость воду из... Ну, короче, чтобы к ней воздух... Был приток воздуха. Смотрите, я ее вытащила, а эти даже не разбежались. То есть, когда я ее вылавливала, эти продолжали сидеть. О, полюбуйтесь. Не знаю, она свалилась, наверное. Но это большая, она не утонет. Вон она. То, что я все эти дни пыталась подловить. Их купание в воде. Она купается в простокваши. Короче говоря, совершенно мне не нравится такая поилка. Назовем ее ванна, ванночка, бассейн. Как вам эта картинка? Как вам это зрелище? Отвесные, скользкие края. Не могут они удержаться. Особенно маленькие. Большие улитки их сталкивают. В природе это норма. Они тысячами гибнут и идут на корм морским черепахам. Потому что каждая улитка 300 мальков каждый месяц дает. Это они бы просто всю планету заполонили. Поэтому, конечно, так предусмотрено природой, что они падают в воду и их там едят. Может быть, даже и рыбы какие-то. Кто там еще есть? Морские звезды. Так. Ползет? Выкарабкивается. Еще не ползет, но немножко выснулось из раковины. Я не могу так всех спасать. Надо просто поилку другую делать. Вот и весь сказ. Так, что там у нас подводное путешествие? Я не помню, сказала или нет. Я свое такое мнение, что... Выглядит, конечно, непрезентабельно, ужасно. Там гадюшник какой-то и все такое. Но главное, чтобы улиткам было нормально. Это вот то, что им надо. Как она рог изогнула смешно. Они кайфуют просто. Молочная ванна. Знаете, мне показалось, что вот простоквашу, сыворотку, они пьют охотнее, чем молоко. Это уже не первый раз я им даю такой продукт. Ну, то есть как у них простокваша-то сама получилась. Они же пили это молоко, стряхивали туда свой всякий там мусор, и оно быстро скисло. Вот. Там тепло, и простокваша образовалась очень быстро. И вот она ее там пьет. Это точно правильный процесс, что внизу ползает? Нет, главное, я их уговаривала, уговаривала. Девчонки, искупайтесь в воде. Я хочу это отснять. Ни в какую. А теперь вот в простоквашке. Ой, она еще и дразнится своими рожками. Так, что там у нас утопленник? Ничего хорошего. К сожалению. Нет, мальков-то много. Но все равно сам принцип, что будут тонуть в паилке, меня не устраивает. Что же делать? Что же делать? Значит, нужна какая-то емкость с шероховатыми стенками и пологими. Если бы это была не обливная керамика, то это нормально. Ну, тогда улитки могут разбить свою раковину, а край такой посудинки. Ну, все. Здесь мы видим, что все в порядке. А вот это под вопросом. Надо было просто чуть-чуть подождать, и она уже вот, вот уже ползет. Ну, в принципе, пациент жив. Поехаю.